Как играется CS 1.6 в 2021 году. Это CS 1.6 в 2021 году, всем привет! Дарная игра Counter-Strike. Counter-Strike! И она носит название Counter-Strike. Всем привет, с вами как всегда я, и сегодня мы поговорим о том, как CS 1.6 действительно поживает в 2021 году. В этом видео я не буду рассказывать, какая это легендарная игра, какое большое значение она имеет для современной игровой индустрии и всё прочее. Потому что это и так все знают. Сегодня речь пойдёт, скажем так, об эволюции этой игры. Это один из тех витосиков по CS 1.6, который никак не связан с официальным контентом. Видите ли, даже несмотря на то, что сейчас CS 1.6 в большинстве представляет из себя стандартные карты, бесплатные золотые пушки и чаще всего режим закладки бомбы, есть у игры и особенная часть, фанатские режимы и даже моды. И если с обычными серверами и режимами всё понятно, то творение фанатов — это нечто. Нечто, которое начиналось как маленькое разнообразие для игры, а впоследствии обрело такие масштабы, что CS-ка и вовсе перестала быть CS-кой. О таких режимах и модах мы сегодня и поговорим. Но! Многие знают, что есть CS 1.6 на мобильной платформе на движке XH3D. Так вот, почти всё, про что сегодня пойдёт речь, на мобилке не распространяется. Это грустно, но печалиться не стоит. Ведь есть такая мобильная игра, как Dragon Champions. Спонсор сегодняшнего видео — Free2Play RPG. Она подойдёт как любителям PvE, так и PvP битв. В игре есть ненапряжённая кампания в духе классического фэнтези, где сюжет делится на три истории. Если вы прошли кампанию и хочется чего-то нового, жёсткого, тогда вам прямой путь на арену, собрав лучший отряд и своих лучших героев. Важно! В отличие от похожих игр, здесь нет обязательного доната. Можно прокачаться до любого уровня и открыть всех героев, которых здесь, кстати, большое множество и они все разные редкости, не вкладывая деньги. Если вас заинтересовало, поспеши, ведь игра постоянно обновляется и вышло обновление по случаю Пасхи. Появились новые герои — Сабатор, какой-то злобный и грязный, но сильный герой, и Ния — прекрасная няшка-стесняшка со стройной фигурой и выпуклыми... доспехами. Их можно получить совершенно бесплатно, участвуя в различных пасхальных активностях. Ссылка в описании, если что. А по промокоду Толстый Гифт вы получаете, как это неудивительно, гифт, где есть щедрая награда и герой Шот. Шот невероятно крут в нанесении ауе урона и ослеплении. Промокод смогут активировать лишь первые 500 человек, поэтому поторопись. Итак, режимы и моды. Изначально у меня была идея сделать полноценную историю развития режимов и всяких модификаций, с каких мелочей всё начиналось и что у нас есть на данный момент. Но CS 1.6 слишком много лет, и составить подобную хронологию без ошибок почти нереально. Можно начать с режимов, которые меняют геймплей, но масштабами выделяются не очень сильно. Допустим, гангейм. Предельно простой режим, где ты начинаешь с крутых пушек, а заканчиваешь ножом. Отличный режим и очень популярный, в принципе не только в CS, где можно наточить свой скилл на самых нелюбимых и откровенно дерьмовых пушках. Гангейм — это такой режим, который можно посчитать одним из самых старых фанатских режимов. И наравне с гангеймом также можно сказать и про CS Deadmatch. Он очень похож на паблик, но отличается тем, что он очень мясной, где игра чаще всего идёт на обычных классических картах. Отличие заключается в том, что после смерти игрок возрождается сразу же, а также отсутствует закупка, ведь всё оружие выдаётся бесплатно по щелчку пальцев. Далее появилась более развитая версия этого режима, которая эволюционировала в полноценный мод. CSDM с пушками и лазерами. Это тот же самый CSDM, только дополненный всякими плюшками в виде турелей, лазерных мин, раздатчиков. И на некоторых серверах есть даже вертолёты, самолёты и роботы. Но это уже прям совсем навороченный пример. Да, чуваки, вот такой вот робоцип. Представьте, что вы стали инженером из Team Fortress 2, который может строить почти все эти вещи и улучшать. Улучшать, естественно, не бесплатно. Ставите пушку, желательно где-нибудь у респы, улучшайте её настолько, насколько это позволительно, а потом тупо сидите и стараетесь выжить. Ведь при смерти все ваши устройства исчезают и придётся всё делать заново. Забавный режим. Геймплей стал ещё мяснее и частенько бывают подобные ситуации. И что в такой ситуации делать? Хрен просышь. Ещё можно выделить Warcraft 3 мод, где геймплей больше относится к классике, но дополняется кучей классов со своими уникальными способностями и навыками у игроков. Подобных примеров ещё очень много. Далее идут масштабные моды, которые меняют геймплей под корню. Тюрьма, где команды делятся на заключённых и охранников. Зомби-мод. Кстати, зомби-мод. Его можно считать настоящей фанатской классикой в CS 1.6. Мало того, что он был одним из самых первых масштабных модов для сервера, так он ещё и стал очень популярным за короткое время. Когда он был на пике, сколько серваков существовало с ним. Хотя по задумке он предельно прост. Есть зомби, есть люди. Зомби живучие до невозможности, а люди, как обычно, ваншотное мясо. Шкеритесь по всяким нычкам, коих, кстати, всегда был в достатке на картах для такого режима. Заставляйте всё минами. Используйте грены, причём грены нестандартные. Красота, одним словом. Популярность выросла до такого масштаба, что режим сделали официальным в таких частях CS, как Counter-Strike Online, Counter-Strike Online 2 и Counter-Strike Nexon Studio. А также начали появляться дополненные моды с расширенными возможностями. Бейсбилдер, где все нычки и постройки надо возводить самому за определённое время. Вопрос вашего выживания зависит только от того, насколько вам хватит гениальности смастерить что-нибудь нестандартное и неприступное. Зомби Escape. Вам даётся определённое время на подготовку, а потом начинается побег с зомби и людьми. Главная задача людей — сбежать. Зомби же нужно этого не допустить. Это лишь единичные примеры, других подмодификаций много. В общем, Зомби Чума — это легенда. Из интересных модов ещё можно выделить переделку CS 1.6 под CS GO. Рассказывать особо нечего. Это попытка перенести контент из CS GO под CS 1.6. Плюшки из CS GO самые разные. Такие как карта с аналогичной геометрией, эксклюзивные пушки типа Тек-9 и ЦЗшки, снаряжение а-ля Декой, молотов и так далее. В общем, для любителей даунгрейдов самое то. Либо для тех, кто играет на печке. Ну, короче, CS GO не тянет. В общем, всё индивидуально. Про остальные модификации можно рассказывать долго, но надо выделить одно. По масштабам того, что мы сейчас увидим, они уступают почти все. Следующие моды, которые мы рассмотрим далее, можно посчитать новой ступенью развития моддинга, ибо эти моды приносят такие масштабные изменения, что от CS'ки остаётся только одно название. Серия Call of Duty. Десятки миллионов фанатов. Каждый год новая часть. Великолепная серия. Все дела? Такой вопрос. Как вы думаете, возможно ли перенести Call of Duty под КС? Оказывается, гайз, ещё как. Убийство подтверждено. Special Warfare. Уникальная модификация, цель которой максимально воссоздать Call of Duty. Представьте, что разработчики взяли всё хорошее из мультиплеера Call of Duty, перенесли сюда, дополнили это всякими плюшками, новыми режимами и картами, и в итоге у нас есть это. Масштабы этого мода впечатляют. Оружие с Call of Duty, киллстрики, карты и режимы, этого здесь в достатке. Начнём с оружия. Поскольку каждая часть Call of Duty уникальна по своему арсеналу, разработчики поступили следующим образом. Они сделали так, что каждый день на сервере есть только определённый пак оружия. Допустим, сначала идёт арсенал из Black Ops 2, где доступны пушки только из этой части. На следующий день будет уже World War 2, где будут уже пушки Второй Мировой. Исходя из этого правила, могу сказать так. Оружие на сервере тонна и маленькая тележка, гайз. Тут тоже есть прокачка, и поверьте, качаться вы будете долго. Нельзя сказать, что все пушки похожи, потому что каждая из них уникальна, и к каждой придётся привыкать. Особенно, если это какая-нибудь вундервафля из Advanced Warfare. Там... таких особенных пушек много. Киллстрики. Я буду откровенен, я обожаю колду именно из-за киллстриков. И каково же было моё удивление, когда я увидел, что они тут тоже есть. Причём их много. Каждый игрок, профессионал или нет, найдёт киллстрики по своему вкусу. Возьмём Modern Warfare 3. Там было три типа киллстриков. Счётчик первых сбрасывался при смерти, вторые не сбрасывались, а третьи представляли из себя обычные перки. Такая же система реализована и здесь, поэтому если кто-то плохо играет, не стоит волноваться, что они ничего не набьют. Киллстрики самые разные, начиная от машинки из Black Ops и заканчивая AC-130, ИМП-атакой и даже ядеркой. Ваша посылка готова! Есть важный нонсенс. В Call of Duty когда ты набил какой-то киллстрик, и если тебя убивают, киллстрик остаётся. Здесь, ввиду технической реализации, киллстрики — это отдельное оружие, которое нужно использовать, а поэтому если тебя убивают, набитый киллстрик у тебя пропадает. Это, конечно, минус, и, к сожалению, не единственный. Модификация взяла в себе откровенно странные респауны. Противник может заресаться у тебя прямо за спиной сразу, как ты его убил. Но, в принципе, то же самое встречалось и в обычных играх серии Код, так что это такое. И ещё здесь достаточно специфичная стрельба, к которой придётся привыкать. Привыкать долго, сразу стоит отметить. Но это всего лишь мелкие нюансы. В целом, мод отлично играется, геймплей абсолютно такой же, как в Колде. Быстрый и жестокий, где тебя убивают в один миг. Причём не всегда понятно откуда. Способности персонажей третьей и четвёртой части Блэкопс тоже имеются, а также летальное снаряжение, тактическое, море контента. Вот действительно море. Плюсом прибавляем сюда режим Королевской Битвы и Титанов из Titanfall. Они ещё пока официально не добавлены, но уже что-то в играбельном виде есть. Если вас и это не впечатлило, ну тогда поехали дальше. SCP. Ой, погодите, я что-то не то вставил. Перепутал игру. Эх, господа SCP. Возможно кто-то из вас расстроится, но тут что-то бесполезно говорить про этот мод сейчас. Про него будет отдельное видео. Это 100% самый масштабный мод на CS 1.6 за всё время. Просто представьте, что некие ребята взяли и тупо сделали SCP в CS 1.6. Причём не просто сделали, а реализовали деда, печеньку и многих других разных SCP, которых нет даже в SCP Secret Laboratory. Допустим, Симфонию Баха. Или вот ещё, вывернутый наизнанку пролапс, который почему-то внезапно отрастил себе глаза. А также SCP-294 кофейный автомат. Тут на самом деле можно написать целый список со всеми особенностями и фишками всех объектов, но, как говорилось ранее, всё в одном из следующих видео. Играется просто отлично. Я до сих пор не мог поверить, что SCP в CS 1.6 как таковой существует, пока сам не увидел. Перед нами те же учёные, класс D, SCP-объекты, хаоситы и моговцы. У всех есть своя определённая задача. И, кстати, да, этот мод играется намного сложнее, чем SCP Secret Laboratory. Единственное, чего не хватает, это жуткая звуковая атмосфера, как в SCP Containment Bridge. Или Secret Laboratory. Эти обе модификации разработаны такими ребятами, как Next 21. Возможно, вы уже про них слышали. Я не знаю, как они это сделали, и сколько времени ушло на то, чтобы они это в принципе сделали, но согласитесь, ребята, работа проведена просто колоссальная. Режимы, про которые мы говорили с вами в самом начале видео, у них тоже есть, правда, они все объединены на одном серваке с таким вот названием. Там есть и Банихоп-карты, и карты на прохождение, в том числе и Свенкоп. Что они там забыли, непонятно, но факт остаётся фактом. Другие забавные штучки. Вот волейбол, к примеру. Или даже гоночки. Удивительно, настолько большими возможностями обладает КС 1.6 и движок GoldSource в целом. И самое главное, знаете что? То, что вы видели, это всего лишь небольшая часть их проектов. Они даже в какой-то момент разрабатывали полноценную коп-компанию, запиленную под собственную портальную пушку из игры Portal. Сейчас, правда, всё немного застопорилось, но вроде как обещали её допилить. Если что, ссылочку на их паблик в ИК найдёте в описании, а там и айпишники серверов заодно. Наверное, всё, друзья. Я, честно, в шоке от того, на что способна эта игра. Это удивительно. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте укосы и обязательно пишите комментарии, так как они поднимают видео в топ. Ну и в лишний раз напомню, что у меня тоже есть собственный сервак, айпи которого прямо перед вами. Там вы сможете поиграть на вырезанных картах Counter-Strike. Заходите, если что. Увидимся именно там. Ну и в следующих видео заодно. Всё, всем пока, удачи, давайте, приятных вам выходных. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok